В Приморье усилена работа по пресечению безлицензионной торговли алкоголем. Такое поручение дал в Рио губернатора края Андрей Тарасенко. Специалисты же отмечают и советуют при покупке алкогольных напитков покупателю обязаны выдать чек со специальным QR-кодом. По этому коду можно проверить легальность происхождения каждой бутылки алкогольного напитка. Для этого всего лишь необходимо установить на свой телефон бесплатное приложение «Антиконтрафакт Алка». Ну а я решила отправиться в рейд по нескольким адресам, проверю, дают ли в магазинах Владивостока этот самый чек со специальным кодом. Наша первая точка – город Владивосток, остановка «Детский парк». Прямо у дороги находится магазин продуктов. Насколько мне известно, алкоголь здесь продают. Давайте посмотрим, насколько легально. Здравствуйте. Клепикова Евгения, меня зовут. Общественная телевидение «Приморье», программа «Автопатруль». Вы бы хотели у Вас купить какой-нибудь алкогольный напиток? Алкоголь нельзя продавать. Почему? Лицензия приостановлена. Лицензия приостановлена? А почему у Вас нигде это не написано? Алкоголь выставлен, ценники выставлены? Алкоголь не продают. Как же так не продается? А почему выставлен-то не продают? Он же не продается. Может быть, это просто нам не хотите продавать? Наверное. kingdoms, м obsessed. То есть алкоголь стоит в наличии есть, и никому Вы его не продаете? Конечно, а как я его продала? Ребенок маленький – это, конечно, весомый аргумент. Никакой алкоголь не продаете? Ни пива, ничего? Ясно, хорошо, спасибо. Я думаю, что все-таки полиция должна, наверное, проверить, продают или нет. Спасибо. 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 Я просто хотела узнать, насколько у вас здесь все легально или нет. Вы говорите, что раз не легально, не продаете, хотя товар у вас стоит. Ну, хорошо, поняла. А вот автомат, кстати, скорее всего, нужно вам убрать, потому что это тоже незаконно. Ну, я понимаю, что не к вам. Ясно, спасибо. Следующий адрес – Кольцо Запорожской, магазин с прекрасным названием «Комфорт». Юридический адрес Добровольского, 27. Посмотрим, насколько комфортно здесь для покупателей. У нас, по-моему, не очень рады видеть. У нас не очень рады видеть. Здравствуйте. Скажите, а где я могу найти администратора? Нету никого? А я жалко. Ладно, пойдем дальше. Так, ну, алкоголь здесь имеется в виде пива. И дальше... Здравствуйте. Нам не надо. Здравствуйте. Да, нам не надо. Что не надо? А для чего? Что надо вам сказать? А, уже здесь нельзя, что ли, покупать алкоголь или что? Да. Что да? Как закрыто. Только что открыто, сейчас закрыто. Я куда не приду, сразу все закрывается. Вообще, какое-то волшебство, честное слово. Ну, по крайней мере, пивная продукция продается, раз крепкие алкогольные напитки мне не хотят продавать. Возьмем тогда хотя бы какую-нибудь бутылочку пива, простите. Ну, вот какое-то там взяли. На бутылке каждого алкогольного напитка должен присутствовать QR-код. Здесь я его вот какой-то вижу. Давайте проверим, насколько здесь все легально. Берем телефон. Программу туда я уже установила. Программа абсолютно бесплатна. Так, и будем сканировать сейчас. Чтобы проверить качество товара, сканируйте этикетку с аксизной маркой на краю бутылки. Этим сейчас и займемся. Разрешить. Так, сканируем. Нет, не читаю. Не читаю, девочка? Не читаю. Давайте посмотрим какую-нибудь другую бутылочку. Например, например, какого-нибудь иностранного, может быть, продукта. Как-то я вообще вот, собственно, нигде не вижу ни на какой продукции. Так, может быть, попробуем поговорить с продавцом, может быть, у них хотя бы есть лицензия. Тюшка, а зачем вам фотографии делать? А, что, простите? А вы кто? Я никто вообще спрашиваю. Меня Евгения Клепикова зовут, я руководитель программы «Автопатруль». Не, это не надо снимать. Ну, я представилась просто, и это моя работа. Я пришла с проверкой. А вы кто? Я... Он грузчик. Кто? Грузчик. Грузчик? А, просто интересуетесь. Вот какие-то любопытные грузчики. Пойдемте к продавцу. Девушка, здравствуйте. Глепикова Евгения меня зовут. Скажите, пожалуйста, а в магазине есть лицензия на торговлю алкоголем? Да, есть. А можно ее посмотреть? А это у администратора в кабинете. А ее сейчас нет. А администратора сейчас нет. Ну, я вообще, в принципе, как покупатель могу потребовать вообще документы на алкоголь, потому что если вы его продаете, то вы мне должны его показать, как же я, если я не уверена, что он качественный. Нет, с утра приходите. С утра приходите? Администратор с 10 часов. Скажите, а чеки у вас с QR-кодом выдаются на продажу алкогольную? Нет. Нет? Ну, вообще, по закону должен быть QR-код на чеки, если вы продаете алкоголь. Ну, это так, на будущее, чтобы вы знали. Ясно. Все. Спасибо большое. Извините, что отвлекла. До свидания. В 2017 году из незаконного оборота выведено 90 тысяч литров алкогольной продукции на сумму 17 миллионов рублей. Все это незаконно. Магазин «Комфорт» на Добровольского может пополнить эту статистику. Информация для полицейских. А мы отправляемся дальше. До этого мы выбирали не очень большие магазинчики. Сейчас мы решили обратиться в магазин «Большой супермаркет» на Некрасовской, который находится прямо у дороги. Посмотрим, насколько легально здесь все. Меня зовут Клипикова Евгения. Программа «Автопатруль» в общественном отделении Приморья. Мы хотим попасть в ваш алкогольный отдел и купить чего-нибудь алкогольного. Спасибо. Разрешаете. Такая краткая информация, небольшая. Минимальная стоимость на сегодняшний день водки должна составлять не меньше 205 рублей. Бутылка шампанского – 164 рубля. Давайте посмотрим, что здесь с ценами. Так, шампанское. 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 В принципе, 401, 224, 224. В принципе, дешевле, чем 164. Я не нашла. Нарушения в этом нет. Так. Дешевый алкоголь. Дешевый алкоголь. Так, так. Так, что у нас 301, 256, 256, 299. Так. Прям дешевых таких, чтобы стоили меньше 205. Я, если честно, не наблюдаю. Тогда посмотрим, есть ли на бутылках QR-код, который должен быть обязательно. Ну, допустим, возьмем. Берем. 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 Не поверите. Вот так выглядит QR-код. Подставляем программочку. На телефоне. Вы мне не поможете. Я просто не могу немножко разобраться. Видите, на бутылке есть вот ксизная марка, правильно? Которую нужно отсканировать. Вот он... Потом он меня просит вторую часть отсканировать. Это что нужно сделать? Знаете, я не знаю, но если мы продадим эту бутылку, у нас видит это вот сканирование. То есть у вас и чеки? У нас выходит, да. У вас и чеки. Я могу вам даже продемонстрировать, а потом могу вам это... Ну, мы сделаем возврат. Возврат? Давайте, давайте. Очень приятно, пойдемте. Ну, вот мужчина покупает у нас, пожалуйста. Вот подождите, покажите. Здесь тоже вот такое вот, да? Да, да, да. У вас на всю алкогольную продукцию есть QR-код, правильно? Да, да. Все правильно. Очень-очень... Очень молодцы. Вот действительно выходит сразу чек с QR-кодом. Сейчас еще выйдет, подождите. Еще не все это. Вот. А вот дополнительный, который специально к этому алкоголю. Можно, вот его можно... Это специально, да, к покупке? Да, именно. Его можно, получается, сканировать. Секунду, сканируем. На одинонарушение говорят. Я думаю, что вам нужно посмотреть, может быть, уже закончилась какая-то документация на этот алкоголь. Ну, сейчас я сказать ничего не могу, потому что это все забывается весь алкоголь через компьютер. Я поняла. Ну, 10 часов улюбилась, не успеете купить. Не успеете купить, да. Ну, все равно спасибо большое. Мы всем даем вот такие бумажки, вот специально вот это вот. А уже там я, как специалист, дальше не могу ничего не сказать. Спасибо вам большое. Это надо уже дальше уточнять. Спасибо, очень приятно было. Спасибо. До свидания. В этом супермаркете на всех бутылках с алкоголем стоит QR-код. Это, несомненно, радует. Правда, при сканировании товара все-таки получилась ошибка. Я надеюсь, ее администраторы в ближайшее время устранят. 17 уголовных дел в 2017 году возбудили о незаконном предпринимательстве производстве и реализации алкогольных напитков. Задумайтесь, прежде чем будете нарушать. У меня на этом все. А дальше Ирина Сырова о том, какое наказание грозит за незаконную продажу алкоголя. Производство или оборот алкогольной или спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии влечет наложение административного штрафа. На должностных лиц в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или дисквалификацию на срок от 2 до 3 лет. На юридических лиц штрафа в размере до 3 миллионов рублей с конфискацией продукции или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. За более серьезные правонарушения, связанные с оборотом алкогольной продукции, предусмотрена уголовная ответственность. Реализация алкоголя без лицензии, совершенная в крупном размере, наказывается штрафом в размере от 2 до 3 миллионов рублей. Суд также может назначить и принудительные работы, либо лишение свободы на срок до 3 лет. За те же деяния, совершенные в особо крупном размере или организованной группой, предусмотрена ответственность от штрафа в размере до 4 миллионов рублей до лишения свободы на срок до 5 лет. В департаменте лицензирования и торговли администрации Приморья продолжает работать горячая линия по незаконной торговле алкоголем. По телефону, которому вы видите на экране. Обязательно звоните. И вернусь к одной из тем нашей прошлой программы. Невыносимые жидкости для омывания автомобильных стекол. Ранее к нам обращался покупатель, который приобрел омыватель в магазине Гиперавто. Так вот, запах алкоголя от покупки в его машине не выветривался. У мужчины даже были разбирательства с сотрудниками ГАИ. Я сдала жидкость на исследование. Вредных для организма веществ в ней не нашли. Но буквально на днях к нам обратилась женщина, которая также приобрела жидкость в Гиперавто. Вот ее видео. Я пришла с претензией по поводу купленного вчера жидкости в омывателя. Это в омыватель для стеклоочищения. С требованием о том, что она не соответствует качеству, выдает резкий запах. В течение суток запах не выветрился с машины. И что? Невозможно находиться в транспорте. Что мои требования какие? Вернуть мне затраченную стоимость по этой покупке и с омывателя удалить эту жидкость. Вы мне отказываете в этом? К сожалению, да. На данный момент мы не можем удовлетворить ваши требования. Так как данная жидкость имеет все необходимые сопроводительные документы, указывающие о том, что жидкость данная никак не влияет пагубно на здоровье человека. И также мы предупреждаем всех покупателей данными табличками, и в том числе и консультанты проговаривают, что эти жидкости имеют резкий запах. Но вчера, когда мы пришли за покупкой этой продукции, мы сразу сказали, что у нас есть проблема с легочным заполеванием. Нам нужна жидкость, которая не имеет ароматических каких-то добавок, или вызывает вот такую резкую отдушку. Нам сказали, что в принципе можете купить вот эту вот. И в общем-то ситуацию вот она сегодня за себя сама сказала. Поэтому, значит, почему был обман со стороны продавца? Ну, к сожалению, я не могу ответить на ваш вопрос, так как я не присутствовал при данном разговоре. Но, насколько я понял, что все консультанты знают, что она с резким запахом. И все консультанты, в том числе и кассиры, предупреждают покупателей о том, что они с резким запахом. Без резкого запаха. А почему вы ее не берете с продажи и не вернете поставщику, потому что она не соответствует требованиям использования? А требованиям каким? А таким, что в машину нельзя сесть, нельзя находиться в ней вообще. Не при требовании, вы какие имеете в виду? А каким соответствует требованиям? Она соответствует требованиям. Но у нее сильно что-то добавлено, какой-то ароматизатор, или, я не знаю, в составе что-то есть какая-то отдушка, которая вызывает вот такую вот реакцию на организм. Ну, она имеет просто резкий запах, но именно какого-то токсического отравления она не... Вы знаете, для меня, как человека с легочным заболеванием, с осматическим, понимаете, для меня это играет большую роль. Я никогда не покупаю то, что вызывает вот такую реакцию. Поэтому до этого, то, что мы использовали с супругом в нашем автомобиле, у меня проблем не было. Вот со свершением вашей покупки у меня произошла вот такая ситуация. Понимаете, я не могу. Я с масками вот к вам доехала, с открытыми окнами, с закрытым люком, чтобы как-то добраться и выяснить эту ситуацию. Ответ сотрудников самого гиперавта логичен и законен, конечно. Они предупреждают всех, что жидкость имеет ужасный запах. Деньги женщине в итоге не вернули. А вот почему в известном магазине торгуют такой жидкостью для стекол, до сих пор мне лично непонятно, учитывая, что цена на товар достаточно приличная. Ну да бог им, судья, видимо, деньги не пахнут. Ну а если вы знаете о фактах любого нарушения закона Российской Федерации, вам есть что рассказать у нас в программе, пишите на электронную почту, которую вы видите на экране, или звоните по телефону 20 16 300. Мы постараемся разобраться в ситуации. А у меня на этом все. В студии для вас работала Евгения Клепикова. И смотрите Автопатруль. Мы в курсе всех происшествий в крае. До встречи. Руль.